Здравствуйте, друзья! Вы как раз вовремя. Мы готовимся снимать новые выпуски. У нас был запрос на тему уверенной посадки в седле. И я хочу лишний раз напомнить, что вы можете оставлять свои комментарии, вы можете предлагать тему для следующего выпуска, а также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, что нравится, что не нравится, мы постараемся на все ответить и также будем благодарны вам за репосты. Ну, почти готовы. Пора в седло. Сегодня мы немного отвлечемся от темы общения с лошадью и поговорим про посадку в седле и баланс. Я считаю, что есть пять аспектов, которые помогут вам чувствовать себя уверенно на лошади в любой ситуации, в том числе, когда лошадь испугалась. Во-первых, это глубокая посадка. Во-вторых, это расслабленная посадка. Также она должна быть сбалансированной. Еще у нас должны быть координация, гибкость. Ну и стабильный корпус. Нужно уметь работать своим корпусом. Сейчас мы разберем с вами упражнения для уверенной посадки в седле. Но так как дальше мы будем уже работать верхом, прежде всего необходимо сделать небольшую зарядку. Делаем самую обычную зарядку, которую каждый делал на физкультуре в школе или просто делает с утра. Наклоны головы вперед-назад, право-влево, вращение головой в одну сторону, в другую, вращение руками от локтя полностью, круговые вращения, повороты корпуса направо-налево, наклоны направо-налево. И также можно размять ноги, покрутить в голеностопе, от колена, размять бедра. Итак, начнем мы с упражнений для глубокой и расслабленной посадки. Для чего вообще нужна такая посадка? Ну, чтобы у вас не болтало в седле, не выбрасывало туда-сюда, а чтобы вы уверенно сидели и могли контролировать движение вашей лошади. Итак, начать стоит с самых основ, буквально с базовой верховой езды, то, чему вас учат в самом начале. Для глубокой, расслабленной, уверенной посадки нужно, чтобы было правильное положение ноги и правильное положение корпуса. Начнем мы с упражнений для правильного положения ноги. Прежде всего, нужно помнить, что наша пяточка должна всегда стремиться вниз, мы должны пытаться опустить пятку вниз. Это нужно для того, чтобы колено не уходило вверх, чтобы нога плотно лежала около бока лошади, и вы могли, опять же, полноценно воздействовать на вашу лошадь при помощи вашей ноги. В самом начале вам может быть довольно трудно опустить пятку вниз, потому что недостаточно растянуты мышцы икры, либо связки голеностопа. Поэтому сейчас я покажу несколько упражнений, которые можно делать даже без лошади. Первое упражнение для того, чтобы растянуть икроножные мышцы, называется ступенька. Мы встаем на любую ступенечку, небольшую приступочку, встаем при этом на самую широкую часть стопы и поднимаемся наверх, а затем опускаемся вниз. И немножечко можем там задержаться и даже попрыгать. И опять можем подняться наверх, опуститься вниз. Таким образом икроножные мышцы будут растягиваться, и вам потом будет проще опустить пятку на лошади, особенно когда вы используете стремена. Следующее упражнение делается у стенки. Мы подходим к любой стенке, упираемся носочками и наклоняем корпус к стене, чтобы опять же растянуть мышцы. Либо можно встать примерно вот в такую позу. То есть одна нога у нас чуть-чуть спереди, вторая сзади. Первую ногу, та, которая спереди, мы сгибаем и наклоняемся вперед. Таким образом снова растягиваем икроножные мышцы. И делаем то же самое со второй ногой. Не стоит переусердствовать, делайте в меру. Немножечко поупражнялись, стряхнули ноги, потом можете снова повторить. Верхом на лошади можно также сделать упражнение наподобие ступеньки. Для этого нужно сделать покороче стремена, максимально опустить пятку вниз и привстать на лошади в манежную или полевую посадку. И постараться надавить на пятку, как будто вы хотите на нее встать. В таком положении провести буквально секунд 10, опуститься обратно в седло. Сначала мы делаем это небольшими репризами, затем чуть подольше. Таким образом опять же мы растягиваем икроножную мышцу. Когда вы преуспели в этом упражнении в то время, как ваша лошадь стоит, можно делать это упражнение на шагу или на рыси. Максимально тянем пятку вниз. Устали? Сделали перерыв. Кроме того, что нужно тянуть пятку вниз, также важно помнить про правильное положение шенкеля. Это внутренняя часть ноги от колена до голеностопа. Шенкель должен быть сразу за подпругой, то есть нога должна быть убрана от колена немножечко назад. Для того, чтобы понять, действительно ли нога в нужном месте, можно сделать следующую проверку. Но позвольте я сразу оговорюсь. У вас должна быть спокойная лошадь, либо эти упражнения нужно делать под наблюдением тренера. Для проверки нужно остановить лошадь, взяться за на шейный ремень или прихватиться за гриву лошади, встать на седло, полностью выпрямить ноги, выпрямить спину, корпус. То есть вы должны располагаться перпендикулярно на земле. В таком положении вас не должно откидывать назад или вы не должны падать вперед. Если же вы падаете вперед, значит слишком большой упор в колено, а нога уезжает назад. Если же наоборот вас откидывает назад, соответственно, вы слишком сильно давите на пятку и нога уходит вперед, а вы отклоняетесь в обратную сторону. Если вы все делаете правильно, то в вертикальном положении с выпрямленной ногой ваша нога находится в нужном месте и вы можете ехать шагом или даже рысью. Теперь давайте разберем упражнение для стабильного корпуса для координации и гибкости. Итак, первое упражнение. Бросаем стремена, тянем пяточку вниз максимально, как будто хотим встать на землю. Выпрямляем спину, выпрямляем плечи, наш корпус перпендикулярно земле. Разводим руки в стороны и в таком положении едем буквально 5-10-15 секунд и выдыхаем. Затем встряхиваем ноги, можно снова повторить упражнение. Сначала буквально 10 секунд, потом 20, потом 30. Из положения первого упражнения можно сделать второе упражнение. Мы точно так же опускаем пятку вниз, выпрямляем корпус. Только теперь мы руки разводим не в стороны, а поднимаем перед собой и наклоняемся, тянемся к ушам лошади. И потом возвращаемся в исходное положение. Что важно? Важно при этом не отрывать таз от седла. Вы должны оставаться сидеть в седле, а ваша нога должна быть строго под вами, то есть в правильном месте, за подпругой. Если же ваша нога стремится уйти назад, постарайтесь сделать усилие, как будто хотите наоборот подвинуть ее вперед. Тогда вы компенсируете это движение. Можно делать это подсчет. Выпрямились, опустили пяточку. Раз, два, три, четыре. И третье упражнение мы делаем так же из положения первого упражнения. Максимально тянем пяточку вниз, выпрямляем корпус, поднимаем руки в стороны. Затем мы поворачиваем корпус так, чтобы одна рука оказалась над шеей лошади, а вторая над крупом. После этого мы опускаем руки, касаемся лошади, поднимаем, возвращаем корпус в исходное положение и опускаем руки. Можно делать это упражнение под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То же самое мы повторяем в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень важно делать это упражнение плавно, не торопясь. После того, как мы поработали с корпусом, можно перейти к упражнениям на расслабление. Очень важно иметь расслабленную руку, чтобы правильно воздействовать на рот лошади. Для начала просто опускаем руки вдоль корпуса. Можно попросить вашего тренера или друга подойти и проверить, насколько расслабленная у вас рука в таком положении. То есть просто опускаем руки, буквально как две вермишелины, они болтаются у нас по бокам. В таком положении можно проехать круг, два, чтобы дать рукам полностью расслабиться и отдохнуть. При этом еще хорошо достать ноги из стремян, чтобы действительно расслабить весь корпус. То есть достали ноги, расслабили руки и в таком положении едем некоторое время. После этого поднимаем руки к корпусу и встряхиваем. Далее мы поднимаем руки в стороны и делаем вращательные движения вначале кулаками. Буквально пять счетов вперед, пять счетов назад. Опускаем. После этого поднимаем снова и делаем вращательные движения уже от локтя. Пять счетов вперед, пять счетов назад. И в конце, если опять же у вас спокойная лошадь, мы делаем полностью круговые движения руками. Раз, два, три, четыре, пять. И то же самое назад. И последнее упражнение, пожалуй, мое любимое, мы делаем с подобранным поводом. Мы набираем его до контакта. А теперь мы закрываем глаза и в таком положении едем круг или два и пытаемся почувствовать рот лошади. Сопровождаем движение лошади. Опять же, когда вы проедете круг, вы можете попросить вашего тренера или помощника сказать, что круг закончился и можно открыть глаза. Это упражнение помогает почувствовать лошадь и дополнительно расслабиться. Помимо всех этих упражнений, я рекомендую ездить без стремян. Я занимаюсь этим сама и также предлагаю делать это своим ученикам. В том числе мы занимаемся с ними без стремян на корте. Сейчас мы покажем, как мы работаем на корте. Без стремян. Работа над посадкой, над расслаблением и чувствуем выходе. Сначала немножечко шагаем. Ловим ритм. Если готовы, поехали за стиму. Можете двигаться на тегло сначала, если есть необходимо. Можете двигаться. Можно сначала придерживаться до сегло или какие-то элементы, которые позволяют сегменты. Если достаточно удобно, тогда попробуем ставить руки на пояс. Попробуй одну руку в сторону выпрямить. Да, да, да. Ногу не подтягивай. Можете чуть-чуть за руку. Молодец. Молодец. Опачка. Успокойнее. 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 Вот так. Отлично. Шагу. 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 в 40 старайся сама не молиться в середину да сиди ровно только разворачиваешься немножко плечами и ножку не подтягиваешь отлично это можно делать не только на корте но и в обычной работе как на шагу так и на рыси для того чтобы дополнительно укрепить ноги можно ездить строевой рысью без тремян при этом мы следим за правильным положением ноги тянем пяточку вниз смотрим вперед если вы достаточно уверены в своих силах также надо пробовать ездить без стремян на галупе то же самое расправляем плечи смотрим вперед следим за положением ноги друзья я надеюсь что вы найдете наши упражнения полезными и увлекательными и я желаю вам удачных тренировок всем пока пока до новых встреч